Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в экономике Здравого Смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами в экономике Здравого Смысла на канале, подписывайтесь и мы начинаем. Сегодня тема «Беларусы платят за кыргызского олигарха». Вроде бы денег нет, вроде бы кризис, падение ВВП, инвестиций нет, но правительство Беларуси принимает совершенно интересное, мягко так говорим, решение о выделении гарантии, предоставлении гарантии под проект, за которым стоят бакиевцы, за которым стоят кыргызские олигархи и те люди, которые в Кыргызстане осуждены пожизненно за совершенные преступления. Речь идет о Белорусской национальной высокобиологической корпорации. Это такая структура, в состав которой входили и бакиевы, и офшоры. И самое интересное, в 2018 году эта корпорация, получив беспрецедентные льготы, обещала следующее, обещала сделать, конечно же, современное суперпроизводство аминокислот. Это Подрудинская, Минская область. Этот проект стоил почти 750 миллионов долларов. Это должен быть такой прорывной проект, знаете, в исполнении чиновников и олигархов. Олигархов, понятное дело, не простых, олигархов заездных, заморских. Ну, я нигде не слышал, чтобы Кыргызстан фигурировал как центр разработки современных химических препаратов аминокислот. Ну ладно, что-нибудь, может, даже купили. Но вот и ситуация, когда в бюджете, понятное дело, напряг, когда ситуация с экономикой напряженная. Почему именно эти граждане, эти товарищи получают гарантии правительства Беларуси по кредитам на сумму больше 80 миллионов долларов? Причем, заметьте, в 2018 году наши начали строить. Уже прошло почти 4 года, производства пока нет. Знаете, причем, когда звучат такие цифры многообещающие и закидоны, да, мы будем производить продукцию на 600-650 миллионов долларов в год и продавать ее на экспорт. При этом, друзья, 650 миллионов долларов выручка, и эти же люди на голубом глазу обещают нам 350 миллионов долларов чистой прибыли. Это где такое виданое? Представляете, какая прибыльность у этих конкретных предприятий? Я так понимаю, они, ну, конечно же, если налогоплательщики Беларуси заплатят за кредиты, значит, государство, они же предоставят бесплатно землю, бесплатно инфраструктуру и все. Понятное дело, тогда можно, как вот отдельно белорусские, вернее, строительные компании, работающие в Беларуси, тоже имеют рентабельность там 70%, потому что не платят практически ничего из того, что должны платить другие люди. Речь идет, понятное дело, о известных в Беларуси сербских бизнесменах, которые имеют особое отношение с руководством страны. Так вот, то же самое это здесь. Белорусская национально-высокотехнологическая биотехнологическая компания. Это типичный проект распорядителей чужого вместе с потребителями чужого. И вот они опять говорят, если проект, мы будем делать продукцию, будет все хорошо. А вы уверены, что в 2023 году, когда вы начинаете, будете выпускать, вас пустят куда-нибудь? Проект имеет все основания попасть под санкции, потому что это государственные деньги. Да, китайцы выделили кредит, причем это, если бы, понимая, внешние инвесторы привлекли в страну миллиард долларов, сказали, вот мы деньги заводим. А то, получается, правительство под госгарантии взяло кредит. А мы знаем, как китайцы дают кредит, да? Дали вроде бы дешевый кредит, вроде бы, да? А потом оказывается, мы поставляем технику, мы поставляем то, мы поставляем все. И в конце концов, этот проект, который можно было бы сделать там за 300 миллионов, выходит в 500, 600, альтой 700 миллионов. Вот такие китайские кредиты, такая ловушка такая для лохов, вот, собственно, то, что произошло и в конкретном данном предприятии. Поэтому вот эти деньги вложили, обещания раздали, гарантии получили. А что мы получаем, что Беларусь получает, что получают налогоплательщики? В рост выручки будет валютная, да? А кто же ее купит тогда, если предприятие попадет под санкции? А этот проект, Бакьев, понятное дело, это же не простой человек. Все следят за этим проектом, и он первый в очереди на санкции, как только он начнет работать. Поэтому все эти благие пожелания, намерения о том, что данный проект будет огромным источником валютной выручки, прибыли, и так самое получение в бюджет, поступление в бюджет, он просто является набором благих намерений. Собственно, так же было со Славкалием. Помните, Гутеревский проект по второму калийному месторождению должен был заработать давным-давно, калий под санкциями, вернее, Гутерев под санкциями, калий под санкциями, вот мы и приехали. И вот так, друзья, со всем. И когда мы начинаем понимать, в какую копейку обходится стране политическая, гражданская и внешнеполитическая политика, руководство нынешних товарищей, мы понимаем, что это потери десятков миллиардов долларов. Десятки миллиардов долларов. Они начинают проекты, плевать на эти проекты, потому что в условиях санкции, в условиях тотального жима на всех и вся, никто и здравом уме не будет вкладывать сюда деньги, никто не будет покупать эту продукцию. Поэтому эти все проекты, друзья, и есть типичный номенклатурно-силовой междусобойчик. Распорядители и потребители чужого распилили очередной миллиард, повесили на бюджет нашей налогоплательщиков еще один миллиард внешнего долга и гудбай. Сегодня они белорусы, потом взяли, купили паспорта где-нибудь в какой-нибудь другой стране и ты потом их просто найдешь, потому что они и лицо поменяют, и фамилию, и паспорт, собственно, как с отдельными чиновниками и политиками, которые пришли делать бизнес в Беларуси. Будьте с нами, подписывайтесь на канал Экономика Здравия и Смысла. С вами Ярослав Романчук. Живей Беларусь! Слава Украине!